Здравствуйте, дорогие пятиклассники! Мы продолжаем с вами наше увлекательное путешествие по стране правописания. На этом уроке речь пойдет о написании букв И, И после Ц в разных частях слова. Отправимся с вами в цирк. Послушайте шуточное стихотворение. Цыпленок в цирке выступал, играл он на цыпалах, на мотоцикле разъезжал, и цифру знал немало. Он из цилиндра доставал морковь и огурцы, и только одного не знал. Где пишут Ц, где Ц. Цыпленок не знал. А вы, ребята, знаете, когда пишется И, а когда И после Ц? Давайте разберемся. Цель нашего урока – научиться определять, когда после Ц нужно писать И, а когда И. Рассмотрим слова из стихотворения. Цыпленок в цирке, на цимбалах, на мотоцикле, цифры, цилиндр, огурцы. Ребята, какие звуки передают выделенные в словах буквы? Мы слышим после Ц звук И. А посмотрите, как пишется. Пишем букву И в словах в цирке, на цимбалах, на мотоцикле, цифры, цилиндры. И пишем букву И в словах цыпленок и огурцы. Отчего зависит выбор гласное И и после Ц? Будьте внимательны. Чтобы сделать правильный выбор, нужно определить, в какой части слова находится орфограмма. В корне, в суффиксе или в окончании. В корне слова и в словах, оканчивающихся на цирке, после Ц пишется буква И. Например, лекция, секция, акция, документация, циркуль, цирк, цифры. В окончании слов И в суффиксах, после Ц пишется буква И. Синицы, птицы, молодицы, сестрицы, курицы. Вернемся к нашему стихотворению. Вспомним слова. Цирк, цилиндр, цимбалы, мотоцикл. В этих словах после Ц пишется буква И, так как орфограмма находится в корне. Огунцы, после Ц пишется буква И, так как это окончание. Я думала, вы обратили внимание, что у нас осталось слово цыпленок. В нем корень цыпленок, но после Ц пишется буква И. Почему? Это слово исключение. И оно не одно. Итак, слова исключения. Цыпленок, цыган, нациточки, цыкать, цыть и их однокоренные слова. Цыганский, цыпцык и другие. Для того, чтобы вам легче было запомнить слова исключения, я предлагаю вам волшебную фразу. Цыган, нациточка, подошел к цыпленку и цыкнул цыть. Давайте выполним тренировочное упражнение. Решите орфографические задачи, объясняя выбор гласных И и И после Ц. Цитрусовый, циферблат, цыкорий, цинковый, цыкл. В данных словах после Ц пишется буква И, так как это корень слов. Акация, лекция, милиция, ситуация, пунктуация. В данных словах после Ц пишется буква И, так как слова заканчиваются на Ц. Лисицы, царицы, сестрицы, волчицы, орлицы. В данных словах после Ц пишется буква И, так как это орфограмма в суффиксе. С улицы, ножницы, танцы, жильцы, продавцы. В этих словах напишем букву И, так как это орфограмма в окончании. Цыган, цык-цык, цыклящий, цыкнуть, цыганский. В этих словах пишется буква И, так как это слова исключения и их однокоренные слова. А сейчас предлагаю вам выполнить тест с последующей самопроверкой по ключу. Задание первое. Укажите слово, в котором после Ц пишется буква И. Цык, делегация, цыганочка, цык. Задание два. Укажите слово, в котором в форме пишется буква И. Цыкнуть, цыновка, цыплёночек, нацыпочка. Задание три. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква И. А. Секция, репетиция, цынгар, цыдрусовый. Б. Умельцы, цыганский, цыклон, птенцы. Давайте еще раз вспомним правило, с которым мы сегодня познакомились. После Ц пишем И в корне слова и слова, оканчивающиеся на цык. После Ц пишем И в суффиксах и окончаниях. И снова наш взгляд устремлем на арену цык. На цыклочка приходит в цык цыган и начинает танцы. А на арене молодцы надели на цыпленка пальцы. Спасибо за внимание. Желаю успехов.